У нас начинается вторая четверть. Вот тут вот у нас такая интересная сцена. Здесь рядом игроки Мифи и судья Юра Терзи. Что-то по-молдавски нам хочет сказать. Значит, у Мифи Низамеддинов, Лепилин, Петров. Три очка от Лепилина мимо. Письменный и девятый это субботин. У ГУВД с мячом был Чербаков. Отдавал пас Ермаков. 25-й Пересыпкин. 10-й Тарасов. Пробежка, пробежка, да. Три шага, точно, говорю. 10-й Тарасов и 8-й номер Каравайт. Субботин. Низамеддинов вниз на субботе, на субботе. Ну, что-то он за... Ну, там спорный, ребят. Ну, очевидно, что... Конечно же. Давай, субботин, назад возвращайся. Сам виноват. Чербаков. У него так просто мяч не заберешь. У него и сложно мяч не заберешь. Какая-то непонятная... Три очка от Пересыпкина получите. Нет, не хотите, как хотите. Еще раз Ермаков что заказывает? Просит за слон. Двойной рога играем, да. Остановка, бросок. Мимо. Я видел, я все видел. А мне показалось, что Пересыпкин там толкается. Петров разгоняет. Останавливается. Ну, во, ай-яй-яй. Что-то кольца шестковатые. Мне кажется, что и мяч кривой какой-то. Ну, что здесь два очка получить от Тарасова? Петров. Лепилин получит. Это в центре куча народу. Куда ты идешь? Письменный. Петров. Три очка. Есть. Ну, наконец-то. Ну, наконец-то. С дистанции, с такой внушительной дистанции забил Мефи. Счет 18-3. Напомню, что после первой четверти непонятный был счет, потому что табло как-то отключилось. Ну, это комбинация G. Хорошо, что хоть не точка G. Комбинация G была очень проста. Тут фолит, фолит Илья Письменный. Пробежка. Да, я полностью согласен с Водорезовым. Ермаков, что тут долгая атака идет. 14 на владение. Ну, почему разрешаем бросать? Ой, как хорошо. Фол. И два очка. Оказывается, два очка засчитаны. Так, сейчас давайте посмотрим, что было. А, нет, два очка. Просто два очка. А мне показалось сначала, что был фол. Потом показалось, что два очка и фол. В итоге просто два очка. Я полностью согласен. Караваицев, Щербаков. Ермаков. Сейчас ногами будет семенить. Нет. Пересыпкин. О, великолепный. Фейдуэй в исполнении Дмитрия Пересыпкина. Бросок со вклонением. Очень элегантно он это делает. При всем своем. Ой, великолепный Ермаков. Перехватил. Будет сверху нести. Фол умышленный, да. Полностью согласен с Юрой Терзи. Абсолютно верное решение. Неспортивный фол. Я по старой памяти называю все неспортивные и умышленные. Полностью согласен с решением. Абсолютно верно. Во-первых, перед кольцом уже никого не было. Во-вторых, там особой игры в мяч, как отсюда до Молдовы пешком не было. Первый штрафной. Есть в исполнении Вани Ермакова. Второй штрафной тоже есть. Что это у нас замена? Замена. Появляется Игорь Решетников вместо Жоры Щербакова. Да, как-то он тянет ногу, как говорят. Что-то нога у него побаливает, видимо. Что здесь? Ермаков три очка мимо. Вообще сквозняк. Появляется у Мефи Кадыров Гулям вместо 75-го Стаса Лепилина. Из-за Мединов три очка мимо. Точно мимо, говорю вам мимо. Там прихватил Мефи. Быстро Ермаков. Была пробежка. Ну да ладно. Скидка на Решетникова. Решетникова засеменил Решетникова мимо. Пересыпкин два очка мимо, но на нем свалил девятый номер Суботин Иван. Первый штрафной точен. Второй точен. Пересыпкин со штрафными дружит. Точно знаю. Быстрая атака будет, не будет. Два очка. Вот пожалуйста. Зачем было бороться и забивать два штрафных, чтобы в ответ получить быстро в пять секунд эти два очка. Непонятно для меня. Ну да ладно. Меня никто не спрашивает. Ермаков уже играет первого номера. Отдаст наверх на Тарасова. Вниз на Пересыпкина. Опять с отклонениями. И опять точно. Я не перестаю восхищаться этим броском. Остановка. Разворот. Кадыров проход. Не оторвал ногу. Можно играть два очка мимо. Тут поборолся хорошо в Суботе, но все равно не доборолся, как говорят. Крешетников. Чуть не потерял мяч. Молодой игрок с Буды. Ой, как грамотно сзади Низамединов выбил мяч. Пошел один на двоих. Мимо. А тут Кадыр Гулямов. Кадыр Гулямов хотел сказать. Но это же Кадыров Гулям. Кадыр Г Idea Podcast. Кадыр Гуды. Субтитры. Кадыр Грачев. Кадыр Г Audр Hait verdad. Действуетå 이�ņa.